Ну что, сегодня время поговорить о чём-то большом. Давайте откроем 1 Петра. 1 Петра, 2 глава. С 11 стиха. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Плотские похоти, восстающие на душу. Кто у меня спрашивает, как называется проповедь, я вообще никогда не называю. Но вот это, кстати, неплохое будет название. Идём дальше. Но вообще не об этом. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Добони за то, что злословят нас, как злодеев, увидели добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Покорность. 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 Я сегодня хочу поговорить о покорностях. Покорность. Что такое покорность? Покорность – это добровольное послушание. Это не когда есть покорность лицемерная. Это как раз таки не добровольное послушание. А есть покорность перед Богом. Это добровольное послушание. Смотрите, тут очень важный момент. Всякому. Всякому. Ни какому-то особенному. Ни доброму. Ни злому. Ни красивому. Красивому. Всякому. Если человек – начальник, что нужно перед ним делать? Быть покорным. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для кого? Для Господа. Царю ли, как верховной власти. И здесь идет много-много перечислений. Давайте прочитаем. Когда еще Библию читать, если не в церкви? Смотрите. Тринадцатый, да? Итак, будьте покорны. Это мы прочитали. Четырнадцатый. Правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братства любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ну, раньше, это как раз таки Библия писалась, когда рабство было распространено, да, люди были рабами. Раб не имеет ни своей воли, он орудие, безмолвное орудие. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вот этот стих я сейчас прочитала, аж это поблагодарила Бога. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вот «страдая несправедливо» — тоже хорошее название для проповеди. Это я так даю сразу, а то у меня потом спрашивают. «Страдая несправедливо». Вот казалось бы, мы же... Кто первый раз слышит это местописание? Есть такие люди, которые первый раз вообще читаете? Мам, ты? Чудо. Вот только моя мама. А еще вот мужчина. Еще мужчина. Окей. Но вы уже это услышали. Остальные слышали. И я, я мало того, что слышала, и мне кажется, я его даже знаю. Это место. Но тем не менее, где-то внутренность моя живет по иным законам. Моя природа живет по иным законам. Я борец за справедливость. Порвать могу за справедливость. Покусать. Такая злость поднимается, когда несправедливо. А вы представляете, здесь уникальная такая вещь написана. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, загрожали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для...» Так, всех почитайте, братцы, любите. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Страдая несправедливо. Так тяжело страдать несправедливо. А вы представляете, а это единственный шанс. Если мы с вами... Зачем я это сегодня проповедую? Сегодня у нас экономическая река. Давайте это в экономику спустим. Многие люди, да, вот... Кто здесь на наемном труде? Ты трудишься, у тебя есть начальник. Есть, да? Окей. Кто сам себе начальник? Да? Сам себе начальник. Отлично. Значит, на вас трудятся. И здесь, я думаю, работает очень мощный закон. Это одна из заповедей, да, почитай отца и мать. Будет тебе благо, будешь долголетен. Будешь долго жить и жить хорошо, если будешь уметь почитать власть. Это к детям. Если это относится к нам, к людям, да, то мы должны жить тем же принципом. Если человек стоит, в принципе, выше меня, я прихожу к нему, я устраиваюсь к нему. И даже если ты сам себе начальник, все равно над тобой есть какой-то начальник. Но тебе в любом случае придется чему-то соответствовать, на кого-то равняться. Ну так не бывает, чтобы ты сам себе тут ходил. В любом случае мы продукт, мы на кого-то смотрим, на кого-то равняемся. И здесь я хочу показать очень важный принцип. Если мы с вами хотим реально видеть, как Бог будет поднимать нас, потому что мы можем, в принципе, с вами процветать, преуспевать по-человечески. Но если мы хотим, чтобы в нашей жизни были чудеса, ты хочешь, чтобы в твоей жизни были чудеса? Я хочу. То Господь дает простые, в принципе, принципы. Это божественные законы, которым нужно научиться соответствовать, научиться их соблюдать. Как сейчас Евгений говорил, да, послушание, казалось бы, такая простая вещь. А как сложно ее исполнить? Как сложно слушаться? Сложно очень. Если бы легко было бы слушаться, тогда бы мы все были бы сейчас тут причесанные и счастливые. Но мы из-за непослушания столько глупостей делаем. Господь, у Господа всегда есть работа для того, чтобы нас спасать, из очередной ямы нас вытаскивать. Так вот, если мы с вами хотим иметь прорыв, прогресс и развитие, первое, с чего нам нужно начинать, это с того, что принять решение быть покорным тем, кто стоит выше тебя. И не важно, кто это. Покорным, да, я еще раз сказала, это добровольное послушание. И послушание не даже человеку. Иногда тяжело быть покорным. Потому что человек настолько подлец, что быть ему покорным, это прям, ну, тогда уходи, если он подлец. А иначе ты не прыгнешь выше головы. Когда вот эту истину понимаешь, тогда начинаешь более серьезно относиться к кругу общения, который выбираешь. Серьезно начинаешь относиться к выбору профессии, к выбору устройства на работу, к выбору партнера, неважно, к выбору церкви. Я помню, как у нас был случай однажды. Мы только начинали церкви, и тогда много миссионеров уезжало. И одна сестра приходит ко мне и говорит, Женя, я хочу вот поехать вот с этим братом служить там туда-то на миссию. Я говорю, как раз вот эта истина тогда всплыла у меня в голове. Я говорю, слушай, а ты сможешь ему быть покорно? Потому что ты с ним как бы наравне. Ты его не... ну как... есть такое почтение к человеку, понимаешь? Ты от него чему-то учишься. Учишься. Он для тебя все равно выше. Ты его способен поставить выше. Что хочет сделать дьявол? Он дьявол хочет через боль, через обиды, через наши все плотские похоти с престола скинуть человека, чтобы тебе не за кем было идти. Тебе некого было бы почитать, чтобы не исполнить этот закон. Закон роста. И она пошла, подумала, приходит ко мне и говорит, нет, Жень, я не поеду. Слушай, реально, выше головы не прыгнешь. Иначе я буду потом с ним сражаться, я буду с ним соперничать. Я типа вначале буду такая супер помощница, а потом я начну контролировать его. И поэтому так дело не пойдет. Я пойду за тем человеком, который будет, в принципе, выше меня. И это мудрость. Это рост. Когда мы пренебрегаем этим, допустим, если ты сегодня на работе работаешь и обзываешь начальника, говоришь какие-то плохие вещи, знай, какой бы начальник подлец ни был, Бог на его стороне. Запомни, проклятие не умеет, не может лететь вверх. Оно всегда падает вниз. И как бы ты не плевала туда, даже если ты заслуживает, плевала, все харчки у тебя будут на лице. Все харчки. Твои же у тебя на лице. Поэтому не стоит этого делать. Это закон Божий. Тогда меняй. Просто уйди из этого места, где тебе плохо. Где тебе разрушают. Ты свободный человек. Ты не раб. Мы призваны к свободе, а не к рабству. Даже находясь, казалось бы, в рабских обстоятельствах, ты можешь быть внутренне свободен. Сказать, слушай, я не буду это терпеть. А иначе я буду каждый раз, меня будут провоцировать на агрессию, провоцировать на злость. Я буду плевать, харкать и опять вся в харчках сама. Зачем мне это вообще? Да? Вот часто так вот. Как это проявляется? Объясню такой пример. Например, когда, допустим, вот я на человека что-нибудь наговорю, наговорю, ну, со злостью, он заслужил этого, какой-нибудь человек, да? Еду, как бы я вроде бы была права. Вот вроде бы правда, справедливость на моей стороне. А помните, мы с вами читали, что страдать несправедливо придется. Но если этот человек был, понимаете, выше, да даже если и не выше меня, я чувствую себя, как будто бы вот все мне вернулось, как будто бы вот я замаралась. Чувство грязи на моих руках. Как я прочитала однажды такое выражение, вы знаете, чтобы кому-то замарать лицо, тебе придется замарать вначале собственные руки. И поэтому мы грязные, мы становимся грязными, когда мы пытаемся искать какую-то справедливость, когда мы пытаемся отвоевать эту справедливость или что-то еще. Нас возвысит, дорогие мои, покорность. Поэтому выбирайте тех, кому будете покорны, если у вас есть этот выбор. Если нет выбора, то тоже у вас нет выбора. Божий закон гласит покорны. Покорны, если человек этот не заслуживает покорности, Бог заслуживает того, чтобы тебе сейчас проявить покорность. Проявить покорность. Это дорогого стоит. Это сложно. Я сама на собственном опыте знаю, как это сложно, иногда даже невозможно. Но если у тебя есть царь в голове, без царя в голове, в принципе, это невозможно. Вот здесь и проявляется настоящая вера. Здесь и проявляется вообще, под кем ты ходишь. Ты, когда встаешь уже у выбора, остаешься один на один с собой, с Богом, то у тебя приходит понимание вообще, как ты должен поступать. Поэтому, если ты сегодня сражаешься, или я буду сражаться за какую-то справедливость, за свою, какая бы она ни была, я не дам Богу возможности, я сделаю все собственными руками. Я не дам Богу возможности прийти в мою ситуацию и заступиться за свою дочь или за своего сына. Поэтому, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Казалось бы, что может быть проще? А как сложно? Как сложно? Очень сложно. Очень. Невероятно сложно. Женщины замужние. Как сложно подчиняться. Он же тоже выше стоит, мужчина. Тебе же хочется все за него сделать. Он же говорит неправильно, живет неправильно, дышит неправильно, спит неправильно. Вообще, как он живет? Нам, женщина, вообще очень сложно, потому что еще дети так же, еще за ними нужен присмотр. Как они все без меня тут выживут? И мы пытаемся искать собственную справедливость. Ну ладно, дети, дети как бы под женщиной. Там как бы ты рулишь, управляешь ситуацией. А муж, он вот любой, хромой, косой, пьяный, трезвый, хороший, нехороший, представь, он вот здесь стоит. Нельзя сюда плевать. Харочки и все на тебе будут. Нельзя. Выбрала, но теперь уже ищи плюсы. Я вот даже бывшего своего мужа благословляю каждый день. Благословляй. Благословенный человек, он много добра сделал. И поэтому не надо искать справедливости. Надо жить по слову. Давайте попробуем. Лучше попробовать, чем не попробовать никогда. Но если ты сегодня во Христе ищешь справедливости, я тебе скажу, ты проиграл и проиграла. Справедливость только у Бога. А наша задача – быть покорными. Покорными Богу. Амэн. И давайте прочитаем место крутое вообще. Обожаю этого тоже героя. Вот я бы… Интересно, как он выглядел? Я фантазерка, знаете, какая я образа сразу. Я вот Давида у меня свой образ, как он выглядел. Потом вот этот товарищ, про которого сейчас будем читать, Иосиф. Тоже уникальный человек. Смотрите, Бытие, 39 глава. Скажите, пожалуйста, у кого уже получилось через, отчасти, через покорность добиться каких-то результатов деятельности в работе. Да, когда тебе говорят, слушай, ну ты… И ты чувствуешь, как ты возвышаешься через это. У тебя получилось. Отлично. У многих сработал этот процесс. Он работает. Неважно, верим мы в это, не верим. Это закон Божий. И давайте посмотрим, как Иосиф проходил этот путь. Так, 39 глава. Давайте со 2 стиха. Значит, Иосифа покупают в рабство. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руки его дает успех». У кого так было, когда люди видят, что ты счастливчик? Они говорят, слушай, ну ты лаки вообще, ну как ты вот так можешь? Как вот у тебя так получается? Это Божье благоволение. Это Божье благоволение. Это Божье благоволение. И люди замечают это. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господня на всем, что имел он в доме и в поле. Вот здесь я хочу опровергнуть такую фразу. Это тоже к нам пришло как инородное тело или как инородная мысль в христианство. Мы иногда ее употребляем в своей жизни, но это в корне не так, что нет незаменимых людей. А я вам скажу, незаменимые люди есть. И не так-то просто найти человека с благоволением. И не так-то просто стать этим человеком, на котором будет благоволение. Если на тебе благоволение, знай, жди опасности. Носить на себе благоволение очень-очень сложно. И оставил он все, что имел в руках Иосифа. И, кстати, все люди, на которых есть благоволение, и ты чувствуешь, как Бог тебя поднимает, как ты всем нравишься, как тебе открывают двери, как тебе в принципе, знаете, вот недавно я, ну как недавно, в том году летом ездила со славой на гонки. Вот все люди, как люди. Слава заезжает. Это как мухи на мед. Ну в хорошем смысле. Там вообще прекрасная такая атмосфера. Но что делает Слава, Маша там? Они там звезды. А мне было так приятно. Рядом-то со звездами. И это чувствуется в атмосфере. Хотя, хотя это никак не проявляется. Ладно бы они приехали, приземлились бы на вертолете, там, знаете. Ну или как-то бы еще. Это никак не проявляется. Приехали обычные люди. Но не с обычной атмосферой. Благоволение. Благоволение. Я сколько раз... Мы же такие немножко сектанты, да, многие христиане. Но я, слава Богу, Господь меня как бы выводил за стан периодически. У меня были случаи, когда я ездила обучаться в какие-нибудь там места, где меня не знают, кто я, что я, да. Ну приезжала, как, допустим, как фотограф. Как стилист. Ну вот такие вот какие-то, знаете, разные сферы. И я тоже удивлялась. Это... За этим прям надо наблюдать. Когда на тебе... Мы это не осознаем, какое на нас благоволение. Но я просто зашла в аудиторию. Просто... Мне кажется, я просто села. А потом... Вот я просто пришла в ресторан. Там... Там... Некуда больше было идти там. Пришла в ресторан, села, думаю, кофе попью. И 70% группы, как вы думаете, где было? Со мной. Они облепили мой стол. Просто со мной знакомились, разговаривали. А на второй день уже все, как бы... Сейчас же быстро в соцсетях про... Уже начали мне вопросы задавать, как я до этого докатилась. Вот. Ну то есть до церкви. И я к чему? Когда ты не выходишь, ты даже не понимаешь, какое у тебя благоволение. И вот многие люди, верующие люди, сегодня сидят в церквях, сидят дома, боятся пойти на собеседование, боятся пойти в какую-то новую сферу. У тебя давно, может быть, мечта горит, а тебе кажется, ну я боюсь, ну что ты... Как я там смогу? Ой, а верующие люди работают так или не работают? Да верующие, в принципе, работают. Шесть дней. Единственный день в неделе, они отдыхают. Вообще работать, это по-библейски. Вот как раз таки бояться, это не по-библейски. Первые, кто не наследует царство Божье, это те, кто боятся. Боязливые. Ты думаешь, что ты в этот момент сохраняешься, а ты в этот момент деградируешь, деградируешь, умираешь. Поэтому Бог и будет проявляться там. Ты даже не поймешь, какое на тебе благоволение. И сколько раз я этих свидетельств знаю и вижу, как эти люди отличаются. Мы отличаемся. И смотрите, что дальше происходило с Иосифом. Ну и вот этот парнишка попал, да, в дом Патифара. Делает простые вещи, которым обучил его отец. Почитай отца и мать, почитай власть. И он ее почитает. Хотя, хотя братьев своих он не почитал, поэтому они его зарыли. Кинули в яму. Потому что там было искажение, там было смещение ролей. Там папа его детьми старшими пренебрегал, а этого любил. Поэтому сам выстроил эту схему и построил агрессию против маленького мальчика. Но это другая история. Так, идем дальше. Можно уже вот эту дудочку, пожалуйста, впустить? Я уже все. На финале. Как же мне нравится. Это какие-то небеса приходят просто. Скажите, а? Вам нравится? Поаплодируйте. Настя, спасибо, что у нас какие-то новые введения. Это круто. И смотрите. Шестой стих. «И оставил он все, что имел в руки Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Вы обратили внимание, что люди Божьи, вообще человек, когда двигается вот в этой энергетике, да, вот в этой силе, он всегда привлекательный. Особенно. Он прям, я не знаю, как заряженная батарея, и она тянет, она влечет всех. Вот вы обратите внимание вот на наше христианское поле. Вот если из мужчины убрать Бога вот эту энергию божественную, эту силу, эти дары, по плоти, ну, обычный человек. Но когда он выходит в силе, когда он выходит, и когда вот это идет соединение с Богом, тогда что? Человек становится красивым. Человек становится такой сразу какой-то для тебя авторитетный, важный. И вроде эти кривенькие ножки уже не кривенькие. И уже вот как бы вот это вот лицо уже некрасивое стало красивым, да, такой лик его посветлел. И думаешь, ой, е-мое, ну как так возможно вообще? Возможно? Это так же, как сегодня многие женщины, допустим, к обычному мужчине, даже симпатичному, скажут, ты мне не нужен. А мужчина какой-нибудь там какой-нибудь нехороший выйдет там из Бенкли. Ну, что-то вот в нем есть. Да? А тут надо просто приглядеться. Просто я еще не рассмотрела, но я пригляжусь. Да? Что это такое? Что? Продажные. Продажные. Нет. Нет. Почему написано много сильных убито ею? Вы знаете, место писания, слышали такое? Мы же думаем, что это какие-то ею, это какие-то вот эти вот женщины особые, которые ходят, убивают мужиков сильных. Нет. Все намного проще. Женское начало есть в каждой из нас, женщина. Она нуждается в том, чтобы ее покрыли, ее защитили, чтобы если таково она родит, чтобы они, ну, этот как, все, что я рожу, чтобы это жило долго и счастливо, чтобы это росло. Это наше женское начало, наша женская природа. И поэтому, когда мужчина манифестирует силу, женщина всегда ведется. И поэтому она переступает законы, нравственные все установки и многое-многое другое. поэтому, когда мужчина начинает манифестировать силу, да, ну, вот как вот, как начинают грешить-то? Он, он, дома жене говорит, поехали, дома суп поедим, а сам ей деньги переводят, чтобы она в ресторан сходила. То есть, ей силу, понимаете, показывает, что он такой сильный, а по-настоящему-то он не такой. Ну, это как классика. И та женщина думает, повезло же ей, живет, мне такого надо, мне такого надо, да, и вот я тут живу, он мне тут ни копейки не дает. И все очень банально. Он манифестирует силу. И поэтому, когда сходит эта сила, на Иосифе она была, все, представляешь, все, все он отдал в его руки. На какое доверие? Какая сила? Лицо, стан, ну, здесь написано, был красивый, это я уже, книга же образов, да, потому что я видела много некрасивых мужчин, они становятся красивыми, когда приобретают благоволение. Благоволение. Так же и женщин, когда приобретают благоволение, они расцветают, они становятся иными. И смотрите, седьмой стих. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. И сегодня мне Дух Святой на сердце положил сказать ко многим братьям и сестрам, которые видят благоволение Божие на себе. Помните, написано, мы с вами читали в Петра, поступайте как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Мы, когда входим в это благоволение, то здесь начинает работать закон. Мы думаем, что мы теперь свободны. И мы можем многие вещи не соблюдать. Мы можем многие границы переступить, потому что нам не благоволение. Звездную болезнь никто не отменял. Помни, первый, кто заболел этой болезнью, был Люцифер. Долго падать придется и больно. Дьявол умеет ждать. И я думала, что дьявол атакует меня в начале. Может быть, да, в самом начале, как Иисуса. Иисус, когда родился, дьявол хотел убить в младенчестве. Многих людей, христиан, дьявол убивает в самом младенчестве. Это самая уязвимая сфера. Но потом самая уязвимая сфера – это когда на тебе благоволение. Ты когда просто живешь, трудишься, достигаешь. Я вспоминаю свой забег. Я в 20 лет покаялась. И первые, наверное, 10 лет я вообще, я просто служила Господу, безумное Христа ради. Это шикарное время в моей жизни. Шикарное время. Великолепное время. Это то, что меня сильно укоренило в Боге. Полное посвящение. Но потом, когда ты начал из секты собственной выходить, что такое секта? Это закрытое общество. Ты все равно растешь в неком закрытом обществе. Но когда ты открыл этот кокон, и ты понял, что ты можешь летать, потому что в церковь мы приходим в основном как гусеницы, приползаем, и потом ты вдруг, у тебя приходит такая метаморфоза в твою жизнь, ты перерождаешься, и ты летишь, и ты летишь, ты летишь. И в этот момент тебе вдруг становятся, приходят такие мысли. Смотрите дальше. Восьмой стих. Но он сказал, ой, но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои дальше. Нет больше меня в доме, Сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же сделаю я сей великое зло и согрешу перед кем? Не перед Патифаром, перед Богом. И дальше. Помните, покорность не перед человеком, перед Богом. И вот этот десятый стих ключевой. Когда она ежедневно говорила Иосифу, навязчивая мысль, навязчивая мысль, ежедневно говорила Иосифу. Я хочу сегодня молиться за этих Иосифов, которые ты чувствуешь, как ты вырываешься, как ты, наконец-таки, уже не ползаешь, как люди, не сбрасывая, знаете, когда гусеница попадает тебе случайно на плечо, ты что делаешь? Она еще цепляется, лап-то у нее много. Ты ее скидываешь, а когда бабочка тебе села на плечо, что ты делаешь? Фоткай, фоткай. Бегом. Да? Да? Но так же происходит. То же самое происходит с нами. Когда мы преодолели с вами первый рубеж, и мы стали покорными, и мы растем, мы верны в малом, мы верны в малом, мы достигаем, мы идем, мы естественно растем, потихоньку растем, растем, растем. И эта метаморфоза происходит, и ты думаешь, зачем эти молитвы, зачем это посвящение? Но когда ты выходишь туда, там начинается проявление. Иосиф не знал, что он такой, пока не попал в рабство. Пока не попал в Египет. Как Господь вывел нас из Египта, да? А иногда мы возвращаемся в Египет. Для чего? Для того, чтобы увидеть благоволение. И когда это со мной стало происходить, я начала выходить за рамки церкви, пошла учиться там, и много-многое другое. Я постепенно это делала, не сразу. И вы знаете, стали меня посещать навязчивые мысли. Здесь тебя используют, здесь тебя недолюбливают. Иди ко мне. Я жду тебя. Вы знаете, как хэдхантеры, да? Люди, ищущие головы. Зная, дьявол ищет, он ждет тебя там, на той территории, чтобы поманить тебя очень красиво. чтобы сказать тебе, не стоит быть верной своему Богу. Тебе можно, ты уже взрослая, тебе можно, ты уже летаешь, ты не как вот эти гусеницы, им еще расти надо, а ты уже можешь. Ты ситуацию видишь сверху, это там они лазают, им как бы пока полезно. А ты летай, бабочка, летай. И это происходит с нами, когда она ежедневно говорила Иосифу, И вот здесь мне так нравится. А он не слушался ее. Что делать с навязчивыми мыслями? Что делать? Не слушаться их. Это всего лишь мысли. Все, что не кормишь, умирает. И если мы думаем, что мысли – это всего лишь какая-то безобидная вещь, это не безобидная вещь. Это кто-то тебе сказал. Ты где-то это услышал. Вы знаете, как наш мозг устроен? Вы думаете, что если, допустим, идет телевизор, кто-то разговаривает, что-то еще, мозг наш не слышит. Допустим, ты в это время читаешь. Вы знаете, мозг наш так устроен, что он всю информацию пишет. Это все садится на подсознание. И потом ты сам не понимаешь, откуда это может вылезти, а где ты это услышал. Но любая мысль, которая попала в твою и мою голову, это не твоя и моя мысль. Мы ее где-то поймали. Она может стать моей, если я соглашусь, чтобы она стала моей. Знаете, часто же мы-то говорим, это мое мнение. Это мое мнение, сформированное чьим-то мнением. Вот и все. И завтра мое мнение, оно может поменяться. Если поменяюсь я, поменяется мое окружение, и мое мнение может поменяться. Амэн. И что делала эта женщина? Она навязчиво, каждый день, ежедневно говорила Иосифу. А он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней. Казалось бы, все так просто, но очень сложно. И дальше мы с вами знаем историю. Там получилась неприятная ситуация. Иосифа несправедливо закрыли в тюрьму на долгие годы. Ни месяц, ни два годы. И поэтому первое, за кого хочу молиться, милые мои драгоценные люди, я хочу молиться, чтобы Бог вдохновил тебя, человек благоволения, если ты находишься в тюрьме, несправедливо. Тебе кажется, что все это зря, что все, что Бог говорил, это неправда. Это правда. Люди благоволения очень часто попадаются в тюрьму. Какая это может быть тюрьма? Может быть, ты лишился друзей? Может быть, тебе больше хочется быть в одиночестве? Ты видишь много вокруг предательства. Ты хотел чем-то похвастаться или хотела, и ждала реакции, что все обрадуются, а все с искусственным оскалом ушли домой. Людям тяжело радоваться, а особенно за людей благоволения. И это нормально. И если ты сегодня сидишь в своей яме, и тебе хочется обижаться на этих людей, тебе хочется всех вокруг обвинять, потому что ты обвиняешь их, из-за них попала ты в эту ситуацию. Я тебе скажу, это не время обвинять. Время жить так, как ты живешь. Доверять Богу и продолжать идти путь. Продолжать идти путь. Если сегодня ты знаешь, только человек знает о собственной верности, человек знает о собственной покорности, когда он принимал решения, когда он делал поступки. Другие это не знают. Бог это видит. И Бог достанет тебя из любой ямы. Бог возвысит тебя. И все, что Он обещал, это правда. И так же мы с вами знаем, что у Бога был план Иосифа посадить совсем на другой стул, перевести его совсем в другое место. А мы часто думаем, достигнув какого-то результата, думаем, что только это Бог мне приготовил. И цепляемся. Не цепляйся. Пусть отпусти сейчас то, что ты имел ради того, чтобы иметь больше в будущем. Если ты сегодня живешь в обиде и обращаешься назад и говоришь, о, если бы, о, если бы не эта женщина, о, если бы не эти обстоятельства, о, если бы... Я тебе говорю, отпусти это. И уже сейчас из этой тюремной камеры благодари Бога за свое будущее. Потому что Он еще не прекратил. Он еще не завершил. Все, что Он обещал, Он исполнит. И так же я прошу, Дух Святой, возьмите навязчивые мысли. Посети каждого Иосифа. Каждую женщину и каждого мужчину, который ходит в благоволение перед тобой. Посети каждого Иосифа. Чтоб у него была сила и дерзновение. Сила и дерзновение противостоять Пусть придет эта глубокая взаимная связь между Иосифом и тобой, Иисус. Чтоб у каждого из нас был царь в голове. Чтоб у нас была эта настоящая любовь, Настоящее отношение между друг другом. Вопреки навязчивым мыслям. Наверняка Иосифу было приятно, когда к нему проявляла такую любовь женщина. Ну, как мы читали с вами в Петра, написано, Возлюбленные, прошу вас, Как пришельцев и странников, Удаляться от плотских похотей, Восстающих на душ. Мы с вами пришельцы и странники. Мы должны с вами понимать, что Бог с нами не закончил. Но если ты имеешь такой оседлый образ жизни, Ты цепляешься за то, что вот сейчас имеешь, То ты проиграешь. У Иосифа была мечта. Наверняка он даже не предполагал, Что он будет в доме фараона. Но он видел сон, где ему поклонятся. И, казалось бы, он живет, Уже, в принципе, отчасти какое-то поклонение есть. Предпосылки к поклонению. И он бы, в принципе, мог бы там обживаться. Ну, сделал бы интрижку с этой женщиной. Еще больше бы утвердился в этом доме. Но запомни, если тебе сегодня приходится предавать Бога ради отношений, Это не Божьи отношения. Если тебе сегодня приходится святые Божьи заповеди переступать ради того, чтобы преуспеть, Это не от Бога преуспевая. Конечно, Господь все повернет во благо, Но придется много страдать. И поэтому, если у нас будет эта позиция, Если мы с вами научимся так жить, И будем каждый день держать царя в голове, И какие бы навязчивые мысли не приходили в мою жизнь, Если эти мысли демонстративно, нагло восстают внутри меня против заповедей, Моя задача этих мыслей не слушаться. Тогда мы увидим современных Иосифов. Ты будешь Иосифом в той сфере, в которую Бог тебя ведет. Бог не предназначил для нас серость. Он сказал, ты будешь головой, а не хвостом. Бог поднимает царей и священников. Бог имеет великую судьбу для каждого из нас. И поэтому, чтобы не было никакого поражения в народе Божьем, Нам необходимо с вами покорность И уметь пленять свое помышление в послушание Иисусу Христу. В этом и проявится Его сила. Бог ищет верных на земле. Бог ищет людей, которые не переступают заповеди. Мы часто сегодня циклимся на том, что На каких-то внешних атрибутах греха. Вы знаете, внимательно почитай, что Библия называет грехом. Это желать добра ближнего. Это не убей, не кради, не прелюбодейся. И в какой бы ты сфере сейчас ни находился, Ты можешь победить Просто из-за того, что ты будешь подчиняться заповедям. Это и сделает тебя и меня особенным человеком. Когда все будут осуждать, ты не будешь. Когда все будут камни бросать, ты не кинешь. Когда все пойдут с другими женщинами спать, ты не пойдешь. Когда все пойдут, я не знаю, модно сейчас, Там в йогу, в Будду, там еще куда-нибудь, Ты останешься в Доме Божьем. Я верю, Бог поднимет этих Иосифов. Мы будем смотреть на них И восхищаться, какой Бог благой. Амин. Амин.